Друзья, всем привет! Велес Мастер на связи. Очередная серия с разговором с Дмитрием Переваловым. Но, что хочу сказать, чем больше я слушаю, тем больше мне становится все с ним понятно. В этой части Зубков у него хороший. Оказывается, заштрафовал он всего лишь один раз ее в жизни. Это именно тот случай, о котором рассказал вдруг на моем канале Витя Кипер. Удивительно, да? Если бы не было, наверное, и этого интервью, то оказалось бы, что вообще никаких штрафов не было. Она бы уволилась просто по собственному желанию, да и все. Ну да ладно, это все на его совести. Ему с этим жить, ему с этими мыслями умирать. Друзья, я хочу сказать по поводу комментариев, которые появляются у меня в чате, в телеграм-канале, куда я вас всех приглашаю регулярно. И думаю, что вы не пожалеете, если вы хотите принять участие в наших расследованиях и разобраться во всем. Пишут, что мы, конечно, ну женщина пишет, я противник того, чтобы обсуждалась там внешность. Я часто слышу подобные комментарии от людей, что, мол, ну не надо внешность обсуждать, это некрасиво. Не надо там замечания делать по поводу семьи и всего. Ребят, я, конечно, могу согласиться с вами, со всеми. Но, по-моему, вы немножко извратили и пытаетесь чересчур упростить свою жизнь. Чересчур. Потому что я понимаю, когда обсуждают внешность человека, который родился с какими-то уродствами, да, некрасиво, ну природа таким его создала. Когда человек после ДТП, например, или несчастного случая, какие-то у него дефекты, конечно, это некрасиво, человек в этом не виноват. Но когда, извините меня, женщина, имеющая возможности, состояние, запускает себя, жрет все подряд, кабанеет, пьет алкоголь, выглядит ужасно, одевается как торгашка на рынке, и ей не делать замечания по этому поводу, а как она будет меняться, как она будет знать о том, что она выглядит как свинья. Я могу по себе сказать, мне мои друзья делали замечания о том, что я растолстел, о том, что я себя запустил. Это после того, сколько лет своей жизни я посвятил спорту, здоровому образу жизни. И я сделал выводы, понимаете? А в том случае, о котором мы говорим, там говорят о том, что я свою картавинку воспринимаю как изюминку. Вы понимаете? То есть я, человек, у которого тоже были дефекты с речью, проблемы, и серьезные, я шипящий не мог выговаривать. Абсолютно не мог. И в звуке З и С для меня это было что-то невыносимое. И меня в детстве родители отдавали к логопеду. Я занимался для того, что и сейчас, по сей день я работаю над своей дикцией. Добавляю какие-то активные мимические движения, чтобы более четко звуки звучали. Работаю с голосом, работаю над своей внешностью. Я бросил пить, я бросил курить. Я развиваюсь. Это потому, что мне делали замечания. Потому что мне советовали. И говорили, что так будет лучше, так будет правильней. А когда пишут лестные комментарии, когда выходит жирная расплывшаяся бочка с опухшим лицом после пьянки, ей пишут в комментариях, боже, ты прекрасна. Ну, вы уничтожаете человека. Она действительно начинает верить в то, что на самом деле ничего страшного с ней не происходит. А через год-два она умрет от цирроза печени. Поэтому, друзья, когда это зависит от человека, когда это неприродные какие-то дефекты, это не то, что там болезнь или еще что-то, а это именно человеческая слабость, человеческая лень, то надо делать замечания, надо обсуждать это. Человек должен обращать на это внимание. Конечно, не переступать в рамки допустимого. Но, тем не менее, надо говорить об этом человеку, потому что мы хотим все жить в обществе среди приятных нам людей, здоровых людей, умных людей. Для того, чтобы это общество формировалось постоянно, нужно что-то для этого делать, не молчать, отмалчиваться. А также касается семейных отношений. В каких-то случаях не стоит туда лезть, люди сами разберутся. А в каких-то случаях я не считаю, что это правильно, когда в семье есть жена, которая как отшельник живет в другом городе, а мужик катается с другой бабой, у которой тоже есть муж. Если вы считаете это нормальными отношениями, живите сами таким образом. Я считаю, что это неправильно. И если и катается постоянно какая-то посторонняя женщина с другой семьи, то жена должна быть обязательно всегда рядом. И она тоже достойна какого-то отдыха и всего остального. Должна быть. Приятного просмотра, друзья. И встретимся на прямом эфире, как обычно. Все ссылочки в закрепленных комментариях и в описании. Вообще, вот какое пожелание ко мне? Ладно, хорошо, мы выяснили. Слава Богу, что мы созвонились. Вот выяснили этот момент по поводу слухов, сплетен. Вообще желание есть какое-то разобраться в этом? Помочь нам тоже какую-то достоверную информацию? Достоверную информацию о том, что я могу рассказать. Из того, что она мне рассказывала, это одно. Из того, что слушаешь у людей, это другое. Ну, как сказать правильно. Зурков, может, там и плохой человек. Ну, кому-то. У ГМИ у него не было плохого. Потому что он ее когда-то, вот ситуация была. Такого никогда не было. Такого не было никогда. Если бы он ее бил, то бы я уже приехал. Он и меня знает хорошо. И поэтому... У нас были нюансы, когда он там начал. Ну, когда я еще работал, он там начал возмущаться. И когда я пошел с его стороны, он понял, что он лишнее ее сказал. И отомолился. Ну, как бы, такого... Чтобы он ее тронул, он ее никогда не трогал. Он мог сказать в плане... Ну, как вот, ты управляешь, а ты что, не видишь, что с этим ленком там что-то хорошее? Не можешь перевести его там еще что-то. Это все. Поэтому он мог в полученном тоне сказать. Но чтобы руку поднять, такого нет. Такого нет. Так вот, Витя мне интервью давал. В апреле мы созванивались. И он рассказывал, что они вдвоем уголились. Именно из-за того, что эти штрафы были постоянно. После нового города. Нет, нет. Нет, просто, но она написала заявление с первого декабря. Они вот как раз из-за Ленка отторвались. Потому что у нее было на тот момент много объектов, за которыми надо было смотреть и все делать. Я пошла отдыхать на стол и еще Лена отработала две недели и ушла. Как раз перед домождением получилось. Да, мне уже не работало. И все. Так бы все нормально. Ну, это было то, что он повозмущался, скажем так. Больше ничего. Да, что штрафов не было? Что Витя придумал это что-нибудь? Нет. Ну, штрафы были у Витки, скажем. Но ее он тоже оштрафовал. На тот момент. Да, там был один штраф. Больше штрафов не было никаких у нее. Ну, в целом она не полилась из-за того, что у нее уже не хватало времени. То есть, Витя сказал тоже, он говорит, я уже выгорю, мне уже надоело, я уже ничего не успеваю. Получается, она тоже такая же причина? Нет. Она уставала на то время, да, я согласен. Она уставала. Но, как бы, что-то она ее постоянно штрафовала. Этого не было. Это было всего один раз. Как раз именно на момент увольнения. Когда она должна была получить зашплату одну, а получила она 10 тысяч меньше. И мне сказала, да и ладно, господи, вытянем. У меня нормальная зарплата, нам хватит. Как бы, я работаю в другой структуре. И нам хватало без ее зарплаты. И поехать, и отдохнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.